МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, эмоции были не очень хорошие, когда я вернулась, потому что была отвратительная погода, и серо, и бррр. А я за всем этим наблюдал и читал с берега Черного моря, и как вот чувствовал себя немножко на высоте, потому что там-то погодка была хорошая, в общем-то, хорошая. Ну, тем не менее, все мы теперь здесь. Да, и обсуждаем те темы, которые появляются у нас ежедневно в СМИ. Мы их пытаемся, я надеюсь, что не пытаемся, успешно их разворачиваем, узнаем больше подробностей, каких-то нюансов. И вот сегодня у нас две темы до 13.40 для обсуждения. Чуть позже мы поговорим о том, что к великой печали, наверное, многих жителей Кировской области, уж не знаю, наш регион оказался на предпоследней строчке в списке качества дорог, региональных дорог в Российской Федерации. Этот рейтинг традиционно составили РИА Новости. И вот 84-е место за нами. Ну, кстати, смотри, ведь в этом на самом деле нет ничего удивительного, потому что, как ты помнишь, в один из последних разов нам сказали, что приоритет по дорогам стоит там, где живет больше людей. Соответственно, это кировская агломерация. Так или иначе, поэтому в том, что остальная часть дорог в регионе находится в отвратительном состоянии, ничего удивительного на самом деле нет. Ну, а протяженность дорог, насколько помню, у нас в регионе дорог общего пользования, как это правильно говорить, она очень большая. Росстат еще, по-моему, данные сегодня я с утра смотрел, данные 2021 года, у нас почти 25 тысяч километров пользования в регионе. 25 тысяч. Немаленькая видительская Росстат. Это больше, чем половина экватора. Если эти 25 тысяч преодолеть, то больше, чем половину экватора проедешь. Не знаю, сколько на это времени уйдет. Но мы пообщаемся на эту тему с руководителем группы общественного контроля по контролю и контролю за содержанием и ремонтом дорог Константином Сичихиным, а также еще попросим поделиться данными о том, насколько часто сейчас жалуются жители региона на качество дорог. Каких именно районах? Да, прокомментируют это, мы надеемся, Игорь Панкратов, руководитель Центра управления регионом Кировской области. Сейчас поговорим о развитии Заречного парка. Ну, по крайней мере, попытаемся узнать, означает ли та новость, которая появилась накануне о том, что городские власти ищут инвесторов. Я даже не знаю, как это назвать, в Заречный парк привлечь к развитию Заречного парка. Просто интересно, можно ли считать это некой отправной точкой активного развития парка, потому что об этой территории много говорят, но пока все новости, которые появлялись с ней, были связаны в основном с какой-то непонятной стройкой. Ну, вот буквально недавно информационный такой шквал поднялся по поводу возведенного забора. И непонятного строительства в пределах огороженной территории. Либо там находят очередную свалку каких-то отходов и пытаются это быстро все разрулить и найти ответственных за это все. Но вот сейчас речь идет о целой концепции благоустройства. Территория Заречного парка целых 230 гектаров, напомним, занимает эта территория. Если не ошибаюсь, это памятник природы регионального значения. Да, да. То есть это тоже, видимо, накладывает свои нюансы на идеи по преобразованию. Ну, вот давайте будем сейчас общаться. Елена Донского с нами на связи, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города. Елена Владимировна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Елена Владимировна, вот задаемся вопросом. Тот факт, что городские власти приступили к поиску инвестора, означает ли, что благоустройство развития Заречного парка вошло в некую активную фазу, и горожане в ближайшее время что-то увидят хотя бы на бумаге? Да, совершенно верно. Для подготовки концепции Заречного парка, для того, чем его наполнить, мы обратились сначала к нашим горожанам с просьбой выразить мнение, что бы они хотели видеть, посещая данный парк. Обращение, которое мы составили к горожанам, почему-то не нашло отклика, но часть все-таки откликнулась, и они выражают, конечно, негодование по поводу того, что в настоящее время все заросло бурьяном, и просят просто обустроить территорию, которая бы для прогулки зимой, для обустройства, так скажем, лыжного спорта была, для катания на лыжах, а летом для прогулок. И ссылаются еще на то, что хотели бы видеть хорошую парковку, то есть, чтобы при посещении парка можно было бы оставить где-то автомобиль и уже идти, собственно говоря, посещать парк. Елена Владимировна, а где шел сбор предложений? Да, мы как-то выпустили это из виду. Мы пропустили, видимо, этот момент. Мы давали информацию на Киров, на сайте Киров.РФ, в наших источниках администрации города Кирова. Да, да, совершенно верно. Отклики были, еще раз говорю, то есть люди видели эту информацию. Возможно, надо было еще где-то, так скажем, более растиражировать в пабликах, но повторить, в принципе, можно. В настоящее время по режиму использования вот данной территории размещение каких-либо объектов запрещено. И мы бы хотели вот как раз вот горожан услышать, какие они хотели бы посещать там активности, кроме прогулок, вот для того, чтобы вести переговоры с Министерством охраны окружающей среды, в части дополнения, я бы сказала, режима особо охраняемой территории какими-либо объектами. Но эта тема еще подлежит обсуждению. В настоящее время, как я сказала выше, размещение объектов на данной территории запрещено. Объектов капитального строительства, да, вы имеете в виду? Да, совершенно верно. А возможно ли там обустраивать какие-то вот, я не знаю, летние веранды, еще что-то? Временные сооружения, да, которые можно было бы на зиму разбирать? Временные сооружения, где люди могли бы сидеть, я не знаю, что-то, выпить чай, съесть бутерброд, еще что-то? Это можно, конечно, и веранды не относятся к объектам капитального строительства, это временное сооружение относится к объектам благоустройства. И здесь важно найти тех инвесторов, которые готовы в таких условиях организовывать мероприятия с горожанами, вот, так скажем, сначала обустраивать территорию такими малыми архитектурными формами. Правильно ли я понимаю, что тот факт, что ищут власти инвестора, не означает смены статуса территории, то есть людям, которые захотят там вести деятельность, придется подстраиваться под существующие требования и ограничения? К этому мы относимся очень осторожно, потому что режим ОПТ особо охраняемой природной территории по настоящее время существует. И говорить о том, что да, там будет какой-то объект с гостиницами и так далее, очень, как бы, опасно и преждевременно. Почему? Потому что сама территория является затапливаемой, и очень серьезное мероприятие требует проведения защиты территории от затопления, а это уже изменение ландшафта и вот той, так скажем, природной составляющей, которая там находится. Поэтому, конечно, это только, вот по моему мнению, малая архитектурная форма. И пока предложений от застройщиков, от инвесторов, как мы их сейчас называем, по размещению каких-либо объектов серьезных, ну, собственно говоря, нет. Есть предложения от летучего корабля, который в настоящее время там осуществляет деятельность. Да, и там, собственно говоря, есть объекты в виде кафе, нестационарные торговые объекты в виде предложений, площадки для пикников, базы проката, лыжная и велосипедная трассы заявленные. Вот это предложение, скорее всего, и будет рассмотрено, в первую очередь, поскольку оно поступило, для того, чтобы отобразить на концепции развития заречного парка. То есть, в принципе, их закрепить там в этой концепции и продолжать развивать территорию. Территория парка, повторимся, большая, я бы даже сказал, огромная, да, 230 гектаров. Наверное, охватить все эти земли, леса, территории вниманием не получится как-то их благоустроить. То есть, видимо, на первом этапе будет речь идти в каких-то зонах, да, зонировании. Экологическая тропа, возможно. Да, тут требуется поэтапное освоение, опять же, от тех мест, где интересно населению отдыхать, где это безопасно, где есть существующие тропы, и отсюда и будет развитие. Я так понимаю, что нам ведь никто не мешает при наличии других предложений дорабатывать эти концепции, дорабатывать режим ОПТ, рассматривать его немного с другой стороны, но еще раз говорю к этому вопросу очень осторожно. Елена Владимировна, есть ли какие-то сроки, да, к которым вы стремитесь там по разработке концепции, по поиску инвесторов? Ну, понятно, что этим другое ведомство занимается, но, тем не менее, есть вообще в каком-то, в обозримом будущем какие-то даты? Да, мы, в принципе, настроены на дату 650-летия города. Мы понимаем, что она очень близка, поэтому и собираем активно предложения, чтобы наши, так скажем, действия были синхронны с потребностью горожан. Поэтому сегодня мы пока в стадии разработки концепции и в дальнейшем, если это будут только малые архитектурные формы, в принципе, это порядок предоставления земельного участка. Есть такое 1300-е постановление правительства, которое позволяет без торгов по разрешению на размещение такие места выделять заинтересованным лицам. Поэтому здесь, в принципе, есть еще такой момент, Елена Владимировна. Можно уже будет реализовывать вот этими инвесторами вот эту вот территорию. Ага. Понятно, да, что территория сложная, с целым рядом ограничений. Если поиск инвесторов будет, я не знаю, там затруднен, да, или немного компании согласятся вкладывать какие-то большие средства, со стороны области, со стороны города будут какие-то финансовые вливания в эту территорию? Конечно, мне этот вопрос, так скажем, не совсем... Я не могу гарантировать вам, что это будет и в какие сроки. Это все-таки бюджет города. Да, перед управлением градостроительства стоит задача подготовки концепции. Далее, после этого, если концепция будет одобрена, часть работ, конечно, и либо в целом работы осмечиваются, уже изыскиваются соответствующие бюджетные ассигнования на реализацию того или иного этапа концепции. То есть это, конечно, все обсуждается, это, конечно, все будет в стадии вот в таком, я думаю, очень активном. А концепция, когда она будет создана, она, грубо говоря, кому на стол ляжет? Главе администрации или депутатам городской думы она будет представлена? В первую очередь, главе администрации. Главе администрации, да. И тогда уже более подробная информация появится. Кстати, по поводу главы администрации. Помнишь, не так давно мы с Вячеславом Николаевичем разговаривали тоже по телефону с развитием территории в Коминтерне, МДК, да, помнишь, тоже огромные территории. И Вячеслав Николаевич у себя в Телеграм-канале публиковал снимки, тоже там предложения были эко-деревню создать. И, по-моему, тогда мы Симакову сказали, Вячеслав Николаевич, у нас заречный парк пустует, да, и туда достаточно легче добраться. Давайте будем над ним думать. Ну вот сейчас мы, видимо, дожили до того момента, когда, да, действительно. Здесь, видите, Вячеслав Николаевич, почему еще так говорил, здесь я могу сказать, почему та территория в приоритете, скорее всего, стояла, потому что она не так сложна в использовании. Видите, там постоянно круглый год можно посещать парк и делать малоархитектурные формы, невзирая на то, что их, ну, унесет водой. Не понятно, да. Если говорить просто. А здесь же все-таки это все затапливается, и по-разному, в разные годы у нас разный уровень, так скажем, затопления от всего происходит, поэтому здесь вот нужно... Рельеф еще учитывать, да, все. А та территория, она, конечно, не затапливается, она круглый год может использоваться в любые сезоны, поэтому и заречный парк, и та территория, о которой вы говорили, она, конечно, заслуживает развития, и потенциал у нее огромный, и люди, я думаю, будут очень... И горожанами будет востребована эта территория. Спасибо большое, Елена Владимировна. Елена Донского, начальник управления городостроительства, архитектуры администрации города Кирова, дала обоснение к этому вопросу. Да, будем ждать новостей о том, как продвигается работа над концепцией. Ну, на самом деле, я вот периодически там бываю, и зимой, и летом. Я, к сожалению, даже не припомню, когда последний раз заходил, заезжал в заречный парк. Каждый раз печально, потому что, во-первых, дорога, которая туда ведет, вот уже после Титаника, она с каждым годом все хуже, хуже, хуже. Я уже не знаю, там иногда едешь чуть ли не по лесу, что называется. Вот. И сама территория, особенно если периодически в сети попадаются какие-нибудь старые фотографии, да, там черно-белые, это с заречного парка, и ты понимаешь, что там когда-то была жизнь. Кафе, там что-то отдыхали люди, да. Так, собственно, и пляж-то был, вот он, да, да, с заречным парком непосредственно связан. Вот, поэтому немного грустно становится. Перед тем, как перейти к нашей следующей теме, я хочу поблагодарить партнера нашей передачи, беседовать с деловыми людьми, нам помогает салон ателье классических итальянских костюмов Марко Би Антони на Карла Липнихта 71. Марко Би Антони – это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей, костюмы для торжеств и выступлений, сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам, создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон и услуги химчистки премиального уровня. Марко Би Антони – эстетика в каждой детали. Карла Липнихта 71, еще раз напомню, рядом с театральной площадью, телефон 295-777. Ну и наша следующая тема, которую мы уже анонсировали, это... Качество дорог. Качество дорог. Кировская область в рейтинге РИА новостей оказалась на предпоследнем месте по этому критерию, на последнем, 85-м, оказалась Архангельская область. Недоумение некое вызывает, да, эта новость. Как так у нас ремонтируются активно дороги в последнее время в регионе, и все больше и больше вроде выделяется на это денег, но вот... Возможно, дело в том, как считали, сейчас попробуем уточнить. Это итоги 2022 года, уточним. Константин Сичихин с нами на связи, руководитель группы общественного контроля за ремонтом, содержанием и качеством дорог. Константин, насколько я понимаю, в дороге, поэтому может внезапно пропадать. Так что, слушатели, будьте к этому готовы. Константин, добрый день. Да, да, добрый день. Да, добрый день. Константин, ну, первый вопрос. Короткий вопрос, да. Как дороги-то? Вы едете сейчас. Да, как дороги. Дороги замечательные. Вот я сейчас еду прямо по дороге Киров-Советск, вверх, выехал с Верхожижем в сторону Советска. Дорога замечательная просто. Вот этот рейтинг, Константин, и 85-е место в нем Кировской области... 84-е. 84-е, да, прошу прощения. Оно обусловлено каким-то подсчетом, и поэтому так получилось? Или действительно настолько все у нас плохо? Вот честно, у меня большой вопрос к этому рейтингу, потому что пытался найти хотя бы какую-то информацию, каким образом составляются такие рейтинги, особенно рейтинг Кировстата, рейтинг, который выдал Ария Новости на сегодняшний день. Я нигде никакой информации, даже по старым рейтингам, которые были, не нашел. Мы сейчас в Татарской области делаем запрос, Кировстат делаем запрос в Рея Новости, чтобы нам объяснили, каким образом составляются данные рейтинги, как они подсчитываются, откуда они берут институты. И почему такие выводы, таким выводом они придерживаются? Почему я считаю, что маленький рейтинг неправильный? По той причине, что я сам лично автолюбитель, езжу очень часто на машине. Тут недавно проехал более 6 тысяч километров по дорогам нашей страны. И поверьте, я видел дороги намного-намного хуже по сравнению с Кировской областью. Например, Рязанская область, например, Республика Чувашия. Мы можем, видимо, только предполагать, может быть, тут как-то это все связано еще и с общей протяженностью дорог общего пользования в Кировской области, которая у нас составляет около 25 тысяч километров. И вот еще в 2011 году Кировстад публиковал данные о том, что твердым покрытием у нас обладают 10,5 тысяч местных дорог, 5, почти 6 тысяч имеют усовершенствованное асфальтобетонное покрытие, ну и так далее, и так далее. Но вот так или иначе, основу дорожной сети нашего региона в большей степени формируют местные дороги. Их почти у нас 87%. А они, как понимаем, никаким покрытием не обладают, и, видимо, нельзя говорить вообще ни о каком соответствии нормативам. Не знаю, может быть, поэтому... Алло! Так, Константин у нас где-то немножко затерялся. Ну, вообще, ты как... Да, давайте попробуем еще раз набрать его. Действительно, накладывает этот свой отпечаток, нахождение в дороге, в движении. Я часто бываю в районах где-то между поселковых, на межпоселковых дорог, на дорожках, которые соединяют в деревни. Ну, в теплую погоду проехать действительно можно. Как только прошел ливень, дождь, все, дорога становится непроезжей. Видимо, эти дороги, ну, тоже учитывались. Ну, это логично, на самом деле, что они учитываются, потому что люди же живут все равно не только в агломерации, как мы уже говорили. Вот, соответственно... Если есть населенный пункт... По-моему, мы раньше говорили на эту тему. Если есть населенный пункт, и даже если там присутствует только один лишь житель, то эта дорога, ведущая к этому населенному пункту, она уже считается важной и значимой. Она включается в всевозможные отчеты. Вот, насколько помню, так происходит. Я пытаюсь вот сейчас найти данные какие-нибудь местные по качеству дорог и тому, какой процент удовлетворяет, находится в удовлетворительном состоянии. Ага, Константина нам вернули. Константин, не знаем, что последнее вы слышали? Я последнее слышал, что у нас очень много грунтовых дорог. Да, у нас... Я, конечно, с вами с этим согласен. Местных дорог почти 90%. Местных дорог немало, очень много грунтовых дорог. Много грунтовых дорог без асфальтного покрытия. Конечно, данные дороги надо приводить в порядок. Тут я со всеми соглашусь. Ну, дорожный миллиард у нас, как мы знаем, да, прекрасно? В этом году, да, пошел на районы. Да, и мы не раз, рабочая группа, высказывали, что... Не один год высказывали, что деньги Дорожного фонда Кировской области надо больше перераспределять. Понятно, что с региональных дорог на районные дороги, на районные местные, которые связывают районные центры с деревнями, с потелками. Вот, наконец-то, в этот год бюджет районных дорог увеличил промысловый миллиард. Вы в курсе, Константин, насколько активно сейчас идет работа по освоению, скажем так, этих денежных средств в районах? Нет, ну, активно... Люди активно, во-первых, голосовали за дороги. Мы знаем, что миллиард не просто выделен, он выделен через народное голосование, где люди сами выбирают ту дорогу, которую надо отремонтировать в районах. И сейчас, уже в рамках дорожного сезона, данные работы активно включаются подрядные организации, данные контракты разыгрываются, и дороги ремонтируются. Ваша оценка дорожных работ вот сейчас уже практически в середине лета, да? Где бывали в последнее время, есть ли претензии к подрядчикам? Возможно, есть уже какие-то сданные объекты или вот-вот, которые сдадутся. У нас две минутки есть до рекламы. Пока на сегодняшний день в основном бывали только на региональных дорогах, на дорожный миллиард, как бы сказать, мы еще не ездили, потому что подрядные организации только-только приступили к работам. Но есть ряд дорог региональных, такие как направление на Вуржум, на Линск, там уже объекты сданы. И пока у рабочей группы нет претензий к подрядным организациям. Ну, подрядные организации не первый год для одной компании работают, такие как там Су-43, Двят Автодор. На наших дорогах к ним больших вопросов никогда не возникало. Мы в этом году без иногородних подрядчиков, да, напомним? Пока были без иногородних подрядчиков, но вот вчера мне предоставили информацию, что в Советск, в Слободской зашла иногородняя компания из Санкт-Петербурга. А в ближайшее время сделаем выезд на этот объект и смотрим, как они производят работы. Интересный нюанс. У нас что-то там в областном центре, насколько я помню, с Санкт-Петербургом была не очень хорошая история, там с новой дорогой. Дорофеева они строили. Вот, вот, вот. Но у них там на подряде, насколько я помню, то ли ГДМС, то ли Вят Автодор все равно был. Ну, вот мы тоже вот сейчас, я удивился, конечно, там на небольшой объект 900 метров пришла компания из Санкт-Петербурга. По-моему, стало интересно. Решили, ну, в ближайшее время съездим туда и посмотрим, как они ведут работы. Да, спасибо, спасибо за то, что вышли на связь. Константин, Константин Сичихин, руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием и качеством дорог, что немаловажно. Поговорили мы о том, что наша область на предпоследнем месте оказалась в рейтинге. Продолжим эту тему после небольшой рекламы. Девять минут у нас есть еще для того, чтобы поговорить о качестве дорог в Кировской области. И вот этот повод, вот этот рейтинг РИА новостей о том, что далеко, мягко говоря, не на первых местах наш регион находится по количеству дорог, находящихся в нормативном состоянии. Это, в общем, повод для того, чтобы оценить реальное количество жалоб на дороге в нашем регионе. Вот сейчас, соответственно, мы сейчас будем обращаться по телефону. Вот, уже будем обращаться. Представляем. Да, к Игорю Панкратову, руководителю Центра управления регионом Кировской области. Игорь Владимирович, добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с жалобами на качество дорог со стороны жителей региона. На что конкретно жалуются, Даша? Действительно ли их много? Какое место они там в структуре жалоб занимают? Ну, жалобы на дороги, они у нас всегда были в верхней части нашего рейтинга. Они всегда делят место, вот это первое, с благоустройством дорог. И в настоящий момент, они у нас на данный момент 5 тысяч, ну, более 5 тысяч сообщений по дорогам, по жалобам на дороги, на качество дорог, ну, и по голосованию, которое вот недавно проходило и проходит. Ну, в первую очередь, конечно, жалобы поступают из районов области. Это Орловский, Подосиновский, Урьянский район, Слободской. Вот, из города меньше, потому что, ну, объективно здесь более, ну, может быть, качественно, более лучшие дороги. В районах, естественно, их качественных дорог поменьше. И в настоящий момент, вот с учетом выделенных бюджетных средств, мы, ну, как бы, наблюдаем активность людей по отбору этих дорог. И, ну, там, больше 5% сообщений все по дорогам, это связано вот именно с голосованием. То есть, когда люди сами определяют, и что еще примечательно, ну, то есть, поручение губернатора на эту тему дает, не только, когда выберут дорогу и ее сделают, а потом он еще дает поручение, и мы смотрим за обращением граждан по качеству выполненного ремонта, довольны люди или нет. И были такие прецеденты, когда, то есть, были поручения на переделку и на доработку каких-то недостатков, которые были указаны, там, жителями в обращении в социальных сетях. — Более 5 тысяч обращений вы имеете в виду в этом, да, году, в 2023? — С января это или? — С начала года? — Да-да, это с января, вот, по конец июня. То есть, это у нас, если брать в общей структуре, это у нас где-то порядка 20% обращений. Если брать благоустройство, то 19%. Ну, я говорю, они идут у нас примерно рядом, и в прошлом году у нас благоустройство по концу года, ну, по-больше, там, 25% сообщений было, дороги были поменьше. — А благоустройство имеется в виду чистота, в том числе, дорог, или что это? — Благоустройство — это асфальт, то есть, это тротуары, это вот эта плитка, это уборка от снега, уборка от грязи, лужи, бордюры, вот все, что... — Инфраструктура и ее содержание, ее состояние, так скажем. — Игорь Владимирович, вот смотрите, да, вот мы сейчас смотрели статистику по количеству дорог, да, по тому, сколько дорог есть с твердым покрытием, сколько дорог грунтовых, и вот жалобы вот эти, они, как если их структурировать, да, то есть, они по большей части относятся к плохому покрытию там асфальтовому, да, то есть, где есть асфальт. — Ну, если это асфальт, то это ямы, да, там какие-то там, разрушенный асфальт. — Или в целом на то, что дороги как таковой нет, то есть, есть вот только вот это вот грунтовое направление. — По которым можно проехаться там, когда тепло и солнечно, да? — Ну да, где дорог нет и которые требуют ремонта, это вот из того спектра обращения, это 45% занимает, вот, а если вот там ядбы, выбоины, ну, то есть вот, которые требуют там, ну, заделки, ремонта, это у нас где-то 15% обращений, вот, поступающие оттуда. Но в первую очередь это, вот как уже и говорили, это, конечно, идет из районов такие обращения, где вот, ну, то есть, и жалуются вообще на отсутствие где-то дорог, да, и вот там какой-то части это вот на то, что эти дороги в непотребном виде и требуют ремонта. — Вот то, что мы начали говорить, да, по голосованию, вот этого дорожного, так называемого миллиарда, который в этом году ушел в районы, насколько активно, да, идет работа, и насколько активно люди реагируют именно на то, ведется ли эта работа, или пообещали дорогу, а подрядчика там до сих пор найти не могут. — Благодарят или наоборот ругают, да, что происходит? — Активность в социальных сетях людей, да, по, там, ну, по своим проблемам, по защите своих прав, они, мы каждый год отмечаем, то есть увеличение, оно действительно, количество сообщений увеличивается, и по дорогам в том числе. Мы отмечаем, что активность людей именно и по выбору вот этих дорог, они очень, то есть активно принимают участие в этом. И если с чем-то не согласны, мы были такие тоже прецеденты, когда им показалось, что выбор был сделан не совсем справедливо, то они об этом также пишут, и мы там вот еженедельно на оперативке докладываем губернатору о тех обращениях, которые поступают, и такие факты, даже если они, ну, какого-то большого процентного соотношения с другими, но если мы видим о том, что это касается вот этой темы, по которой давал там поручения губернатор, и они являются такие очень, ну, то есть важными, то мы это, естественно, даем в доклад, и губернатор и дает уже поручения и профильным министрам, и министры уже с этим разбираются, и были такие факты, где там были изменены некоторые параметры голосования, ну, то есть, когда принималось такое решение. А вот смотрите, да, с учетом того, что вот 45% жалоб, они на те дороги, которых там по большому счету нет, и все эти жалобы отрабатываются, и так или иначе ложатся на стол там губернатору, правительству области, насколько именно вот ваша работа с обращениями, с жалобами на плохое качество дорог повлияло, да, на то, что в этом году были выделены, вот, ну, достаточно большие деньги, ушли именно в районы на дороге? Ну, министерство транспорта и там губернатор, курежущий зампреды, они, понятно, что получают информацию не только от нас, а она получается в комплексе, но, как вот вчера губернатор сказал, то есть тот средств, который мы даем, это такой определенный камертон, то есть по нему можно, ну, то есть сделать какие-то выводы и в том числе активно использовать. И, ну, по тем дорогам, по которым мы давали аналитику и где указывали на обращение граждан, практически на всех этих участках в настоящий момент или уже ведутся работы, или они запланированы, и вот, ну, как вот, в пятницу начнется работа, вот Калимичи, Чудейного, Коробовщина, Орловского района, это, ну, наверное, вы видели, ну, то есть и замечание губернатора в сторону района и по конкретным срокам, когда это начнется. То есть вот в пятницу должны начаться, Минтранс должен это отконтролировать. Поэтому эту аналитику мы отмечаем, то, что вот каждую неделю стали вот эти обращения граждан рассматривать и в прямом эфире, это я вот, ну, могу точно сказать, что это имеет положительный эффект и в отношении тех глав районов, которые, может быть, где-то что-то не зарабатывают, и в то же время и жители, когда они воочию видят, ну, то есть результат своих обращений, видят поручения, видят, как за эти поручения спрашивают, и есть ли какие-то есть недоработки, ну, то есть какие были приняты меры влияния. Спасибо, да. Спасибо большое, Игорь Панкратов, руководитель Центра управления регионом Кировской области. Ну, вот смотри, важная вещь для слушателей, если кто-то нас слушает. Часто бывает такое, что люди пишут какие-то жалобы там в социальных сетях, в местных группах, и кто-нибудь обязательно говорит, ну, что вы тут жалуетесь, жалуетесь. Вот, вот, это выводы, да, один из выводов нашей сегодняшней беседы. Давайте знать о слабых местах. Жаловаться на дороги не бесполезно, делайте это, продолжайте чаще, больше, да. С фотографиями, с местами. Да, ну и рейтинг РИА новостей с таким, с недоверием воспринимаем, да. Какие там за основу мы брались показатели, неизвестно пока еще. Владимир Сметанин, Дарья Топузлеева, дневной разворот, на этом завершаем. Редактор субтитров А.Семкин